Всем привет, ребята! Сзади меня находится место, где мы провели всю legendary stage, которая, как вы знаете, прошла для нас достаточно успешно, а впереди только Avicii Arena. Кстати, о ней. Сегодня мы постараемся попасть на церемонию открытия, посмотреть, что вообще внутри, как будет происходить мейджор, и показать это все для вас. А вы обязательно подпишитесь и поставьте свой лайк, чтобы не пропустить следующие влоги, потому что самое жаркое еще впереди. Поэтому погнали смотреть новый влог! Ну что, друзья, рядом со мной CEO организации Navi, Евгений Золотарев. Привет, Женя! Расскажи, как добрался, когда приехал? Будешь навалить за нами! Я тут на самом деле с понедельника на всякие решил приехать раньше, и парней стараюсь не теребить, не тревожить, не забивать. Такого-то настроя вижу с ними там днем в кофейне, и вечером там. И то есть далека вот там. Да, да, потому что у них такой сейчас какой-то есть командный настрой, командная химия, и не хочется это все испортить. Да, я согласна. Поэтому и мы их в эти дни тревожили минимально, как вы могли заметить в наших влогах, однако все равно смогли поболтать. Ну, расскажи, вообще, ты большой фанат киберспорта, очевидно, и Counter-Strike, а так давно без мажоров. Ну, ты что, какие эмоции ты испытываешь? Мы буквально совсем скоро попадем уже в арену в первый игровой день. Ну, нервно, нервно особенно, потому что в статусе фаворита на моей памяти было несколько финалов мажора у Na'Vi, и, наверное, единственный, где мы были вот, ну, одним из фаворитов, это когда мы проиграли En's. Вот, поэтому такое немного воспоминание не лучше. Да, по крайней мере, как мне кажется, ребята не так нервничают, как я, поэтому я надеюсь, что все будет окей. Ну, то есть это не сильно на них давит. Значит, мне тоже показалось, что это не сильно на них давит, но мы не можем знать. На текущий момент кажется, что нет, но, опять-таки, два года без ланов. Все команды из топ-8 в той или иной степени, два-три человека вообще новички, мажоров. Некоторые, в принципе, не играли на сцене, на сцене нету бусов. То есть, понятно, что будут вертолетки, понятно, что какой-то шум, да, они блокируют, но, тем не менее, мне кажется, это давление на всех появится непосредственно уже вот в этих, начиная с четвертьфинала. Ну, надеюсь, что парни все-таки смогут сохранить спокойствие, которое сейчас есть, да, и хладнокровие. Потому что, мне кажется, это ключевое для победы. Какие твои предикты на плей-о? Кого ты видишь с нами в финале? Вижу в финале героиков, но очень надеюсь на G2. Почему? Почему надеюсь на G2? Не знаю, как-то исторически вот у них сложно им с нами играть, а нам наоборот. Хорошо, ну, ты пойдешь сегодня, первый первый день на арену, смотреть открытие в этом месте? Да, очень соскочился за толпой, за людьми, шумом, за эмоциями. Ну, в общем-то, из того, что видел в Твиттере, сцена классная. Чуть переживаю, что нет кабинок, кажется, что это может испортить саму игру, и это делает невозможным какие-то, ну, не знаю, например, как Валера в финальном раунде на ковер-пассе зарезал противника. Вот возможно ли такое на сцене? Сомневаюсь. Вот, тем не менее, ну, все в равных условиях, поэтому... Лан – это всегда испытание, поэтому, действительно, всякие факторы могут внешне влиять, будем надеяться, что это не помешает ребятам, действительно. Мы посмотрели церемонию открытия, я готова сказать некий свой вердикт. Да, действительно, мурашки похожи, что мейджор стартовал. Слава богу, мы пережили это время, и большой контрстрайк к нам вернулся. Очень было приятно вновь увидеть это все вживую еще и с публикой. Я надеюсь, что дальше будет продолжаться в том же духе. Гетрайт вынес феерично просто кубок мейджора. Конечно, хотелось бы для нашей красивой стены в офисе кубок немножко побольше, но и на этом спасибо, как говорится. Давайте посмотрим, что еще тут есть в ВИЧ-арене. Сейчас мы смотрим «Мать героев против ВП». Очень многие ставят героев как нашего потенциального соперника в гранд-финале, поэтому я думаю, что эта игра для нас носит особую ценность. Ну, посмотрим. Прямо сейчас мы поднялись на ярус выше. Здесь у нас находятся комментаторы. Это первые матчи на стадии плей-офф-мажора комментируют Семмлер и Мозес, как вы можете увидеть, с прекрасным видом на сцену. Интересно, где сидят аналитики. Надеюсь, у нас получится их найти. Но мне что-то подсказывает, что они могут быть в гостинице, потому что я просто так их здесь не вижу. Леш, скажи, что думаешь по поводу нововведения для тренера вообще? Ущемляют, конечно, их права. На самом деле это и грустно с одной стороны, потому что все-таки они тоже такая очень важная часть каждой команды. Мне кажется, что в целом вся эта история тренера, аналитики, психологи, то есть этот стаф вокруг команды, он тоже важен. Он делает этот спорт еще более профессиональным в целом. И когда не позволяют тренеру, как такому очень важному элементу каждой команды, брать свои эмоции, как-то влиять, в принципе, на игру, это как-то какой-то шаг назад. Вообще в целом. И в принципе, наверное, несправедливо, да, что ты даже не можешь где-то как-то повлиять. Это крайне сложно. То есть для нас сложно смотреть эти матчи просто, да, когда мы понимаем, что мы никак на это не влияем. А тренеру, который, казалось бы, важная часть, и он прям сзади, и вроде вот-вот-вот рядом, но ничего сделать не может, это вообще грусть. Ну, а ты как думаешь, по какой причине появились такие нововведения? Был какой-то прецедент реально, когда тренер давал какую-то жесткую инфу, какими-то знаками, похлопываниями по плечу там? Ну, ты же знаешь, такой прием может быть вообще изи. И это вот вторая сторона этой медали. Но все-таки, так как этот спорт такой профессиональный, уже очень большие деньги на кону, в целом, как бы, да, очень много работы ребята проделывают, и хочется, чтобы это во что-то перерастало, какой-то результат. Здесь нужно избегать каких-то вещей, которые могут вносить, ну, какую-то нечестность, да, непрозрачную нечестность. И, в принципе, мы не можем, да, там, говорить о том, было это, не было. То есть, наверняка. Но, когда тренер сзади, это позволяет ему это точно не надо. То есть, такого просто быть не должно. Не должно быть возможности как-то химичить, да, что-то делать какое-то нечестное. Как-то читерить, да. Ну, а хорошо, вот ты как бывший киберспортсмен. Все мы, скажем, оттуда. Ты попадал в такие ситуации когда-то? Ну, ты знаешь, такие истории скандальные? Прямо истории для заголовка на желтых киберспортивных сайтах. Слушай, да я как-то так получалось когда-то, что если моя команда проиграла бы, мы попадали в сетку попроще. И я помню, как мы с нашим соперником на РСП пытались убить друг друга как можно быстрее. Ну, друг друга, я имею в виду тиммейтов. Ну, хорошо. Это уже было нечестно, понимаешь? Это уже нечестно, да. Я думал, что из-за того, что мы это сделали, мы потом еще получили штраф. А самые жесткие такие моменты. Вот мне когда-то в личку написал там один человек, он пишет, слушай, мы тут занимаемся там таким вот направлением бизнеса, а ты не мог бы там попросить, чтобы вот та-та команда типа слила матч? Я говорю, во-во-во. Данекал на Сашу? Неважно, просто была такая история, я заблочил этого чувака, в общем, и так далее. Но у тебя опыта побольше в этом направлении. Расскажи, что было? Вот за кулисами все. Нет, смотри, ну, когда я еще играл... Рассказываюсь все, что там происходило, то, что мы не знаем. Когда я играл вообще профессионально, такой истории вообще не было. Она не была настолько все, знаешь, масштабно, круто, вот это вот грандиозно. Но даже тогда были случаи, когда там ребята себе специально перезагружали комп, чтобы переиграть раунд пистолетный, да. О, жесть, так типа аккуратно ногой? Да, переиграл там, ну, проиграл раунд, тебя там убили, ты такой, типа, видишь, что раунд уже не берется, и такой, типа, ногой, знаешь, перезагрузил комп, и такой, ну, типа, а что, завис? Жесть! Слушай, а это как воспринималось с другими командами? Вот они смотрели косо. Да, то есть они понимали, как бы, что произошло, но ничего сделать не могли. Ну, как бы, такие правила, знаешь. И вот сейчас это я к тому, что, типа, сейчас пытаются этими правилами не допустить подобных ситуаций. И, в принципе, это, как бы, тоже хорошо. Расскажи, пожалуйста, твоя должность, что подразумевает? Как бы, общаться с ребятами, понимать их настрой вообще, как сейчас на чемпионате, так и после. Это крайне важный такой чекпоинт для команды, и очень важно понять, что делать дальше, и как это сделать правильно. Соответственно, нужно находиться поближе, нужно в это все вовлекаться, нужно это все переживать вместе с командой. И как это пережить лучше, чем здесь, там, да, во время матча, где это смотрит тебе 10-15 тысяч человек, это никак это лучше не пережить. Поэтому вот моя роль, наверное, вот такая вот здесь. Но абсолютно согласен с Женей, он тоже говорил в интервью, что как бы старается, ну, знаешь, не вмешиваться как-то в игровую процессу. Ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас на команде... Надеюсь, и зрители нас поймут, да. Да, честно, команда и так довольно большое давление, потому что мы здесь фавориты. Проще с точки зрения морального быть гораздо, там, андердогом, где тебя никто ничего не ждет. Ты выиграл матч, вообще плюс мораль, буст, тебе это, наоборот, заряжает. Очень сильно тебе еще добавляет этой энергии. Чем быть под прицелом. Да, чем быть под прицелом, и вот это вот все тебе только там говорят, как ты там уже выиграл мажор или еще что-то в этом будет. Это сложно. Хорошо. Леша, последний вопрос. Кого видишь в финале, Леша? Вот прям вот две команды нужны. Да, это ванговал Кобикемы своем. Ну, все-таки герои. Они сейчас очень в сильной форме. Каждый раз, когда мы играем против них, это, не знаю, все решается там в каких-то паре клатчах. И каждый раз это мега сложно. Ну, то есть ты думаешь, что герои спокойно пройдут ВП нашего брата Сингешного? Я не думаю, что спокойно, потому что вот все команды, которые попали сейчас в плей-офф, у каждой из них есть какая-то изюминка. Реально, каждая из них очень опасная. И, блин, можно отскочить от любого. Вот реально. Поэтому я не думаю, что просто. Но почему-то кажется, что герои более стабильны. ВП только поменяли состав перед чемпионатом. У них хорошо все получается. И, кстати, были мысли о том, что либо они прям провалятся вообще, потому что только поменяли состав, не успели не играть, либо все-таки пройдут и хорошо выступят. Пока что как бы оправдывается именно второй сценарий. А если говорить о Гамбите и Фурии? Это будет интересно. Очевидно, что Гамбиты являются фаворитами в этом матчапе, но Фурия, они интересны. Они очень удивляют. У вас будет произойти все, что хочешь. Да, Фурия любит удивлять сильных оппонентов своей наглой, агрессивной игрой. И это часто окупается, потому что от них такого никто не ожидает. Ну и плюс, как бы, зрители на стадионе. Очень многих команд сейчас есть, молодые ребята. Эти молодые ребята без опыта соревнований и выступлений на таких больших стадионах перед большой аудиторией. Мне кажется, это очень кардинально может повлиять на результаты и вообще, в принципе, на ход в матче. Я с тобой полностью согласен. Это действительно такой момент, очень скользкий. В общем, в финале мы увидим «Натус Винсеры против Хироик». Надеюсь. Мы так спешили на церемонию открытия, что не успели снять арену непосредственно перед первым матчем в стадии плей-офф. Однако сейчас у нас времени больше, я могу рассказать об этом месте, о доме для такого долгожданного мейджора, его основной стадии. Это Avicii Arena. В общем-то, она находится в районе Global City, который был построен специально для нее. И она станет, в общем-то, ареной для самых главных игр этого мейджора. Она вмещает 16 тысяч человек. Очень хотелось бы, конечно, чтобы такое количество людей было на финалах, но посмотрим, как будет. Вообще интересно, что вы видите даже счет матча прямо на этой сфере. Это, кстати, наибольшее сферическое здание в мире. На входе стоят люди, которые проверяют вас. Вы должны оставить свои вещи и пройти сквозь рамку. Все, как на обычном стадионе. Мы прошли добрую часть арены. Пока первое, что мы увидели, это еда некая. Все, как обычно, как закуски в стандартных аренах на футбольных мероприятиях, например. Худдоги, чипсы и все в таком роде. Но пойдемте поищем что-нибудь еще. Мы нашли магазин мерча. Здесь вы можете купить джерси различных киберспортивных клубов, не только тех, которые участвуют в стадии плей-офф, а также футболки, худи и сумочки с эмблемой этого мейджера. Ну что, друзья, мы выкладывали в Инстаграме специальный пост, где просили вас задавать вопросы, которые вас интересуют по поводу мажора, всего, что тут происходит. И сейчас мы готовы с Алексеем на них ответить. Да, Алексей? Да, все верно. Первый вопрос, который больше всего интересует людей на Ютубе и в Инстаграме, это как сложилась судьба твоего чемодана? Тебе вернули? Да, ребята, спасибо всем, кто писал. Вернули на третий день чемодан, все нашли. Поэтому спасибо вам. Было очень приятно, когда чемодан отдали. Ну и давайте на ваши вопросы позадаем следующее. Хотите сделать путешествие по городам, где родились игроки? Это возможно, конечно, просто мы отталкиваемся от того, какой контент вы хотите видеть. Есть запрос такой, мы подумаем, просто надо глубоко провести аудит, узнать, какое количество ребят хотелось бы такой контент получить. Поэтому, как говорится, ставим плюс, пишем внизу в комментариях, ставим лайки и все остальное. Потому что вы всегда ждете игроков в кадре, мы это тоже понимаем, но иногда бывают дни, когда мы не можем их снимать. Поэтому мы снимаем друг друга. Да, мы снимаем друг друга или снимаем обзор городов. Очень много нам понадобилось времени. Ой, у меня просит чувака из NIP открыть двери, я не буду. Очень много понадобилось времени для того, чтобы обучить аудиторию смотреть еще какие-то моменты во влог. Поехали дальше? Да. Вам жаль, Астралис и Тим Спирит, что не попали на мажор, особенно Спирита? Нам жаль. Хорошо. А вы тосите с другими командами? Пивко, там, обеды? Ой, какие провокационные вопросы. Нет, да на самом деле мы с другими командами бывает иногда где-то пересекаемся в каких-то местах. Но это в основном происходит или по окончанию турнира, или в какой-то там выходной день. То есть мы не часто с ним увидимся. Раз за неделю мы можем где-то пересечься, посидеть, поиграть что-то. Пиво, алкогольные напитки мы не пьем до конца чемпионата любого. Тогда, если уже хороший результат, могут все отметить как-то. Для фанатов, кто летит в Стокгольм, вы будете делать мини-фан-встречи на стадионе? Ну да, этот блок уже выйдет, когда уже пройдет первый игровой день на своем стадионе. Но обязательно подходите, обязательно мы как-то попробуем организоваться, сделать свой фан-сектор Na'Vi, и чтобы как-то сплотить всех фанатов. Да, если бы у нас была возможность это сделать заранее и сказать сектор, в который стоит покупать билеты, но, к сожалению, в этом году мы не успели организоваться так. А мне кажется, там не по секторам, мне кажется, там свободная посадка. Мы просто еще не знаем, да, поэтому мы это не организовывали. Если бы это было в городах СНГ, я уверен, мы бы нашли решение. Поэтому поживем, увидим, сейчас как раз все разжигает. Но если вы нас увидите, подходите, если вы хотите спросить что-то, если вы хотите сделать фотографию, не стесняйтесь, а потом многие пишут под влогом, что стеснялись подойти. Не стоит стесняться, киберспорт, мы дружная комьюнити. Сколько лет вы работаете с организацией Na'Vi, Леша? Ну, я не знаю, наверное, уже год пятый. Пятый? Да, Тони вообще там, я не знаю, уже... Нет, в Na'Vi я год. Ну, в Na'Vi год. Ну, вот это в Na'Vi, ты в Na'Vi? Да, в Na'Vi, наверное, год пятый точно. Привет! А вот это бонус-то что? Это бонус за удар по молотокам. А где молоток? Можно я попробую? Конечно. Значит, смотрите, вы можете получить разные подарки, ударив молоточком по вот этой штуке. Я сейчас попробую. Просто брать и бить? Раз, два, три. Что, даже не почувствовала, что я ударила? Значит, давай еще раз. Сейчас вышло лучше. Класс. Ну что, я выиграла плюс 100% пополнение и конфетку. А вы можете прийти на эту фотозону, сделать фотографию, выложить ее в соцсетях с специальными хэштегами и получить шанс поиграть с кем-то из Na'Vi один на один. Заходите в нашу соцсет, и там 100% есть больше информации. Помимо обычных маленьких киосков с едой, здесь есть целый бар, где люди могут выпить даже пивка. Такие дела. Ну, достаточно комфортно здесь. Можно посидеть между картами, пообщаться, проанализировать происходящее. Зачем игрокам две пары наушников? Одни наушники — это наушники-затычки. В некоторых есть шумоподавление, в некоторых нет. А вторые наушники — это турнирные наушники. Их еще называют вертолетные наушники, если вы видите. Специально, чтобы не пропускать звук с трибун. Например, мы только что узнали, что на этом чемпионате не будет у игроков кабинок. Это очень плохо. Зарезать игрока будет сложнее, если нет кабинок. Ну, такая история. Без кабинок тяжело. Не знаю, почему организаторы приняли такое решение. Посмотрим, как это будет работать. Спросим у ребят об их ощущениях. Как бит чувствует себя на таком турнире? Слушайте, ну, во влогах вы могли заметить, мы даже задавали ему эти вопросы. По-моему, он чувствует себя прекрасно, да? Он как-то такой спокойный очень, да? Он спокойный, да, чувствует себя прекрасно. Он еще, там, можно сказать, не раскрылся в медиа, потому что он очень молод еще. И поэтому ему надо еще тоже время привыкнуть к медийке. Почему Алексей больше не называет Элика красавчика? Как ты называешь? Называешь? Вы просто не заметили. Да, я обязательно назову еще раз. Папа Троник, вообще. Это кто придумал? Секундочку. Чувствуют ли ребята какое-то напряжение перед плей-офф? Команда, которая вас удивила. Перед плей-офф мне показалось, что ребята особо не чувствуют напряжение, да? Вот ты с ними вчера общался, что это скажешь? Да, вчера они не чувствовали напряжение. Вообще, это такой вопрос, ребят, ну... Мы не можем знать. Мы не можем знать, да, точно, потому что нам ребята всегда говорят, что... Все ок, все ок, да. Все ок, все ок, но... Что там внутри происходит? Внутри. Команда, которая вас удивила. Энтропик? Да, действительно. Энтропик удивили. Хорошо. Им там вообще капельку не хватило, они даже смотрелись сильнее, как по мне. Будет ли SEO на финале в случае прохода туда команды? Да, команда прошла, и наш SEO уже приехал, и вы увидите его чуть позже в нашем блоге. Говорят, на мейджор приедет Зевс, также приехал Сеня, будете брать у них интервью. Сеня уже есть интервью на канале в предыдущем влоге, поэтому заходите, обязательно посмотрите и напишите, как вам. Каково это снимать такие сложные ролики каждый день? Ну, иногда бывает тяжело, когда крутой турнир, когда надо снимать много контента, мы иногда уходим очень рано, возвращаемся поздно, иногда доснимаем ночью, вот буквально там позавчера Тоня ночью ездила в метро с Лешей, мы с Даней были в отеле, до этого мы ездили там в метро и так далее. Это все такой процесс очень трудоемкий. Да, город был очень тяжело снимать, мы очень устали, еще прохладно потом стало. Слава богу, у нас как бы есть машина, которая нам помогла, и у нас есть Ниссан. А это Ниссанчик, очень комфортный, первооткрыватель в своем классе, как вы помните, городских кроссоверов, и нам с ним было очень хорошо. Но тем не менее, все равно это утомительно бывает, но сложнее придумывать каждый день что-то новое, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, что будет лучшая награда для нас, лучшая попала. Да, конечно, а мы с тобой влог записываем с тобой, давай. Влог? Да, на канал. Ты болельщик на Ави? Конечно. Закончилась первая карта героев против ВП и так же закончился наш влог. Спасибо, друзья, что посмотрели, не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий, для нас это очень сильно важно. Завтра, точнее, уже сегодня, в день, когда вы смотрите этот влог, начнутся наши игры на стадионе, чего мы очень сильно ждем, и нам так важна ваша поддержка, поэтому приходите сюда, если вы в Стокгольм, приходите на трансляцию. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok